Уши, лапы, хвост! Ну вот мои документы! Именно так оправдывался код из-за отсутствия документов. Теперь такой номер не пройдет. Друзей наших меньших нужно регистрировать. Правда, только проживающих в квартире. Котов и собак в частном секторе оформляют по желанию. Но обязательно должен быть вольер и табличка с надписью «Осторожно, во дворе собака». Зарегистрировать четвероногих можно в ЖЭУ или Сельском исполнительном комитете. Специалист внесет необходимые данные в журнал, выдаст удостоверение и жетон с номером на ошейник. Если животное потеряется, по этому номеру смогут найти хозяев. Для регистрации необходим паспорт владельца собаки и удостоверяющий документ из ветклиники. Перечень есть утвержденный в Республике Беларусь опасных пород. И если такая собака захотят зарегистрировать, значит владелец должен ее принести еще, что собака прошла обучение, справку. Различается и оплата. За собак опасные породы придется раскошелиться на одну базовую величину в квартал. За остальных – 0,3 базовых. За кошек платить не надо. Также не надо платить за животных в частном секторе. Исключение, если питомец приносит доход. К примеру, хозяин занимается разведением. Если снимает квартиру, значит он приносит непосредственно в организацию, в ЖЭУ договор найма и приносит согласие собственника квартиры о том, что он не против, что будет зарегистрировано проживать с ними животное. Оформить проживание четвероногого друга нужно в трехдневный срок. Нарушителям выписывают штраф до 15 базовых величин. Этих денег хватит на оплату налога за содержание собаки на 12,5 лет, если она не опасной породы. Так что выходит дешевле зарегистрировать питомца.